Социальная сеть ВКонтакте Социальная сеть ВКонтакте Другой новый сервис, Merchant API, позволяет интернет-магазинам подключаться к платежной системе ВКонтакте. В результате под каждым наименованием товара появляется кнопка «Купить ВКонтакте». Для оплаты товаров пользователям достаточно авторизоваться в соцсети, после чего система автоматически заполнит необходимые поля данными из его профиля – фамилия, имя, отчество, телефон, адрес и так далее – и выбрать способ доставки. Оплата производится со счета пользователя ВКонтакте. Его можно пополнить из кошельков других систем, а также через платежные терминалы и по безналичному расчету. Все платежи подтверждаются через SMS. Пока ВКонтакте никакой комиссии с интернет-магазинов, а тем более с пользователей, взимать не собирается. Более того, как заявлено в блоге основателя ВКонтакте Павла Дурова, в перспективе ВКонтакте постарается уйти и от комиссии в терминалах. Сейчас, когда вы пополняете счет ВКонтакте через терминалы или платежные системы, их владельцы берут с вас комиссию 2,9%. Но через пару месяцев мы откроем наш способ ввода средств с нулевой комиссией. И даже если кто-то узнает ваш пароль ВКонтакте, он не сможет что-либо купить за ваш счет, так как каждая покупка подтверждается SMS-кодом на ваш телефон. Если учесть огромную аудиторию соцсети, речь может идти о возникновении третьей системы перевода электронных денег в Рунете, конкурента бизнесу Яндекс.Денег и ВебМами. Крупнейший российский интернет-инвестор фонд ДСТ вложил 135 миллионов долларов в американский сервис Группон, специализирующийся на получении коллективных скидок для групп покупателей. Этот вид социальных ресурсов только зарождается, и его, наверное, можно назвать модным трендом. Но уже сейчас понятно, что системы, объединяющие пользователей для совместных покупок, могут принести инвесторам немалые доходы. Деловая активность сервиса Группон, в который вложился российский инвестор, пока сосредоточена в США и Канаде. Сейчас у Группон, по ее собственным данным, миллионы постоянных пользователей, которые за полтора года существования сервиса приобрели более 4 миллионов Группонов на самые разные товары и услуги, и сэкономили более 150 миллионов долларов. Если говорить просто, это сайт местного шоппинга. Каждый день мы анонсируем одно предложение, какое угодно – ресторан, спа, билеты в театр. Обычно это предложение с невероятными скидками – 50, 60, 70 процентов. Основная идея – Группоны, групповые купоны. Если мы набираем достаточное количество людей для групповой скидки, все записавшиеся ее получают. Если не набираем, начинаем новый раунд. Наша самая большая сделка – 15 тысяч билетов на автошоу в Чикаго. Для бизнеса, который предоставляет нам скидки, это возможность получить очень большую порцию клиентов и постараться их удержать. По словам Эндрю Мейсона, привлеченные 135 миллионов долларов будут использованы для финансирования глобальной экспансии Группон. До конца 2010 года компания рассчитывает работать уже в 100 городах США и Канады. В пресс-релизе инвестиционной сделки приводятся слова главы ДСТ Юрия Мильнера о том, что Группон заново определяет понятие рекламного пространства и может стать одним из глобальных лидеров интернет-бизнеса. В российском офисе ДСТ от комментариев пока воздерживаются, поэтому остается только гадать, придет ли будущий лидер в Рунет. Впрочем, в Рунете этот сервис уже скопировали, причем вплоть до дизайна сайта. И будет ли ДСТ как-то преследовать эту копию – тоже пока не ясно.